Всем привет! Сегодня мы на канале заметки отшельника поговорим о банях нашей деревни. Вот одна из них. Баня сделана из профилированного бруса. Размер ее 6х6. Сделан большой навес, очень удобно посидеть в дождливую погоду. Конечно, начиная разговор о банях, я думаю, здесь уместно будет больше акцентировать внимание на печках, которые установлены в банях, потому что это сердце бани, как работает печь. От этого и зависит сам процесс, происходящий в порылке, насколько это комфортно, насколько это удобно и практично. Печь топится с комнаты отдыха, небольшая. Открываем ее, вот видите, очень маленькая топка. Ну, буквально хапка дров сюда закладывается. Такие три закладочки и баня готова. Ну, с условием, что порылка хорошо утеплена. Сейчас посмотрим, каких размеров порылка. Здесь размер порылки 2,50х2,50. Ну, она хоть небольшая, кажется, по размеру, но, тем не менее, достаточно. Здесь как хозяева моются, так и их многочисленные гости. Вот так выглядит печь с этой стороны. Кирпичная кладка, но я считаю, это элемент обязателен, чтобы обезопасить. Сразу вот показываю модель этой печи. В пожаробезопасном отношении печь сделана, я считаю, правильно. Вот она уже эксплуатируется, где-то 8. Переход через крышу сделан нормально. Обязательно это кирпичная кладка, которая обеспечивает пожарную безопасность. Вот вторая очень роскошная баня. Размер ее 6х8 самого здания, а сирандой 6х12. Вот здесь также с правой стороны сделан хусблок. Ну, на мой взгляд, это тоже очень удобно. Посмотрим, что-то внутри. Это комната отдыха. Здесь особенность этой бани, что печь топится не с комнаты отдыха, а изнутри, из порылки. Наверное, потому что вот здесь стоит еще дополнительная печь для обогрева комнаты отдыха. Такая удобная, она довольно хорошо греет и очень эстетично выглядит. Возмеры порылки чуть-чуть поменьше, 230х2,30. За печью выложена кирпичная кладка. Но здесь не только сзади, но и сбоку. Вот сама печь. Видите, она топится с парылки. Она немножко здесь побольше, чем в предыдущей бане. Вот такие две корзины дров. И, в принципе, можно мыться без проблем. Конечно, неудобство, что если бы нужно было ходить постоянно за дровами, когда ты паришься. Ну вот, проблему здесь решили так. Дрова заранее заготавливаются, они здесь в корзине. Здесь на трубе на выходе установлен бак для подогрева воды. Кроме этого, еще имеется электрический бойлер. Он спрятан вот здесь в комнате отдыха за ширмочкой. Ну, тоже очень практично и удобно. Единственное, вот тут вот эта перегородочка, она сделана, ну, немножко близковато. Я бы ее на сантиметров еще 10 отодвинул в целях пожарной безопасности. Вот еще одна баня. Она также сделана из профилированного бруса. Размер ее также 6х6. Но я уже без наблюдений пришел к выводу, что 6х6 это оптимальный вариант размера бани. Если ее использовать именно как баню по предназначению, а не для каких-то других целей. А здесь топка также выполнена с комнаты отдыха. Вот здесь такой оригинальный кирпич имитирует старинную кладочку. Мне кажется, сосед здесь подстраховался. Сейчас посмотрим его порылку. Ну вот, печь у него с запасом сделана. При выборе печи любой продавец в магазине подскажет, для какого размера порылки и как подобрать печь по мощности. Ну, хотя здесь вот этот портал, здесь стекло жаропрошное, он большой. Там топка тоже такая же, как мы видели ранее. Две закладочки полные и баня готова. Сейчас посмотрим размеры порылки. Вот смотрим эту же печь со стороны порылки. При общей схожести всех бань нашей деревни, тем не менее, есть какие-то отличия у каждой. В пожарном отношении довольно безопасно. Баня эксплуатируется давно и все нормально. Ну вот я подошел к своей бане. Она у меня находится на берегу озера, практически у самой воды. Она здесь стояла испокон веков, как говорят старожилы. Но учитывая, что на нее есть определенное ограничение, потому что рядом с озером находится, поэтому реконструировать я ее не могу. Но ограничился небольшим косметическим ремонтом внутри. Печь мне изготавливали по заказу. Варил сварщик. Вот она сделана из такого металла, похоже, четверка. Печь достаточно большая. Огромная топка. В принципе, тоже мне, учитывая, что у меня порылка не утеплена, просто бровно, ну тут тоже две топки зимой и одна топка летом хватает, чтобы ее протопить. Сейчас зайдем вовнутрь, я покажу принцип изготовления данного котла. Его можно сделать самому. Вот видите мой котел. Ну он достаточно большой, у него, конечно, запас прочности огромный. Вот здесь наверху расположены камни. Вот этот ящик верхний можно сделать поглубже, будет больше камней. Но основные камни находятся вот здесь. А изготовляется очень легко. Сваривается прямоугольник с металла. Далее вовнутрь вставляется труба. Ну она у меня здесь большая, она может быть поменьше, так же как и сам котел. И принцип следующим его работы, что вот здесь топка находится с той стороны, где я вам показывал. Горит пламя, огонь и дым обходят с разной стороны эту трубу и идут дымоход. Тем самым быстро и со всех сторон ее прогревают. Здесь также можно больше камней заложить. Все зависит от бани. Баня у меня небольшая, 2,70 на 3 метра. Стены из бровин. Вот этот котел уже эксплуатируется порядка 10 лет. Еще никаких изъянов видимых в нем нет. Единственное, что надо покрасить, уже требуется покраска жаропрошной краской. Здесь рядышком с котлом сделан бак для воды. Бак на 80 литров, ну в принципе хватает. Его отнес, видите, на некоторое расстояние, тут буквально миллиметров 5. Его можно вплотную к этой стеночке, а можно отодвинуть чуть подальше. Ну в зависимости какая баня, как эксплуатируется, сколько надо горячей воды. Если хотите, чтобы она быстрее нагревалась, значит придвигаете вплотную к стеночке. Если нужно, чтобы вода медленнее нагревалась, здесь приварены болты, и котел этот на болтах буквально отсовывается чуть подальше. Здесь я тоже вверху предусмотрел довольно большой ящик, тоже чтобы в пожарном отношении баня была безопасна. А мы сейчас подбросим топочку и впрылочку.